Электрическая энергия Электрическая энергия, которая устанавливается для населения, ее стоимость электрической энергии, установленная для населения, ниже экономически обоснованного уровня. Разницу оплачивает предприятие Тверской области. Поэтому государство посчитало, что неправильно, когда коттедж имеет бассейн или теплые полы, полторы-две тысячи киловатт, то есть что достаточно серьезно выбивается от среднего потребления, оплачивается за счет предприятия. Из-за этого мы имеем неконкурентную экономику. Постановление о социальной норме энергопотребления направлено на снижение перекрестного субсидирования, отмечают в РЭКе. То есть практики, когда предприятиям, по сути, приходится доплачивать за граждан. Перекрестное субсидирование – это когда часть затрат для населения несут предприятия, поскольку цена для населения электрической энергии установлена на более низком уровне, чем экономически обоснованный уровень. Опрос на улицах показал, что гражданам тема энергопайков не очень-то и нравится. О социальной норме практически никто не знает. Поскольку у меня большая семья, у меня двое детей, соответственно, я отношусь отрицательно, потому что мы электроэнергии потребляем довольно-таки много, и для нас это будут большие затраты. А зачем контролировать, сколько я энергии, сколько у меня счетчик покажет, а сколько я заплачу. Зачем это надо двойную платить? Мы не привыкли к этому, мы привыкли по-другому жить. Сколько потратил, сколько и заплатил. Тарифы так высокие. Тарифы так высокие, я думаю, что не нужно. Мы против. В РЭКе подчеркивает, что социальная норма энергопотребления сначала будет опробована на пилотных регионах. Тверская область под эксперимент не попадает. Тем не менее, новшество может быть внедрено повсеместно уже в следующем году.